Как забавный мем с танцующим турком превратился в выползающую голову из унитаза? И вообще, куда катится мир, если скибиди, туалет, сиренеголовые, миксы всего этого в Майнкрафт становятся хитами? Это вообще безопасно для детей? Посмотрите, сколько подписчиков на этих каналах. А какие просмотры собираются в этой нише? Даже есть десятки бирж, в которых можно всего за 1 доллар купить уникальнейший ролик на 10 минут. Всем привет, дорогие друзья. Я Игорь, сооснователь сервиса для блогеров Creator Tools. И решил создать ролик про дичь и трэш на YouTube. Все как мы любим. Потому что для меня такое кажется немыслимой ерундой. Смотреть детям, которые крайне вредны. Да даже взрослым и подросткам. И независимо от того, блогер вы или просто любите классные видосики, вам, возможно, попадались на глаза эти уникальные чудесные ролики. А может быть вы их фанат? Тогда пишите в комментариях, если я не прав. И это совершенно не дичь. Давайте начнем со скепиди туалетов. На канале автора этого ролика уже более 36 миллионов подписчиков. А каждый из 67 эпизодов сериала о войне туалетов с людьми и камероголовыми людьми набирает более 100 миллионов просмотров. Оказывается, там есть своя какая-то история. И она с элементами драмы. Это выживание разных видов. Идет война между головами из туалета, существа такие, и людьми с головами-камерами, разворачивающимися в каком-то варианте нашего будущего, не очень светлого. Тренд начался с того, что автор этой анимации соединил голову из туалета с трендовым хитом того времени, в котором из унитаза внезапно появляется голова. Поющая редактированный отрывок мелодии «Дом да-да-да» от Бисеркинга. Сам же Алексей Герасимов, создатель этого шедевра, до этого работал в анимации и уже много лет экспериментировал с чем-то подобным. Головы, руки, легкие элементы безумия в его роликах. И вот, наконец, осоединив все три элемента, он создал суперпопулярное. Я сначала был уверен, что все, так же, как и я, в фоке, и взывают в YouTube скорее включить мораль и забанить всю эту дичь. Мне тут-то было, друзья. Оказывается, я недостаточно широко мыслю, чтобы оценить все это великолепие. Про него даже писали в крупных ресурсах. А YouTube назвал этот короткометражный сериал «Скибиде туалет» главным трендом 2023 года. А Алексей Герасимов – один из топовых блогеров платформы. Как вам? Например, одна из «Скибиде туалет»? Это не бездумная забава. Это культурный ориентир, который отражает анархический дух интернета. What? YouTube трепетно относится к детскому сегменту, и в YouTube Kids оно и творение отсутствует. Наверное. Так YouTube считает, что дети в безопасности. Значит, можно его смотреть. Тогда вызывает вопрос другая ниша. Да, об комикс. В производстве она еще менее затратная, чем в «Скибиде туалеты». Картинка а-ля комиксы сопровождаются какими-то дикими историями. И по мне тоже выглядят немного диковато. Мама, шлепающая сына перероска в розовом костюме. Это становится все более популярным с каждым годом. Многие художники и создатели комиксов создают оригинальные комиксные книги, а затем предоставляют визуальное представление с музыкой, с звуковыми эффектами и озвучкой. Это вполне нормально, когда профессиональный создатель комиксов сделает классную историю и озвучит ее. А вот наше народное творчество выглядит лютым трэшем. Так ли это? Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. А пока вы пишете, я поделюсь тем, что я поменял свое мнение по этому поводу. Когда я начал писать сценарий для этого видео, я был уверен, что этот трэш просто бесполезен. Это факт какой-то деградации человечества. Но изучив тонну материалов, я уже не уверен в этом. Вот почему. Я вспомнил детство. И те сказки, на которых сам рос и мои нынешние друзья. Например, нам читали сказку про то, как маленькие дети попали в плен к старухе-каннибалу. Она варила детей и ела их. А они вырвались благодаря обману и тому, что сами заживо сварили в котле эту старуху. Напишите в комментариях, что это за сказка. Или другая. Показывающая обман с положительной стороны. Лиса методом манипуляций уговорила медведя разбить свою голову об дерево. А потом сожрала его мозг. Даже тот самый колобок. Он учит не убегать от родителей. Иначе кровавый финал. Сожрут тебя заживо. На всех таких страшилках нас учили послушанию и какой-то морали. Я такие сказки теперь детям читать не хочу. И мы находим ванильные истории. Это фиксики, чудесный синий трактор и куча другого детского контента, который наши коллеги уже запилили на ютюбе. Ну и я немного сам делал. А ведь востребованность страшилок каких-то, аллегорий даже, осталась. И все эти ниши показывают, что современное творчество не стоит на месте и развивается. Ски-биди-туалеты, хаги-ваги, сиреноголовые, кого только не выдумали в последние годы. И такие видео становятся популярными. А как считаете вы? Пишите в комментариях. Еще интересный факт. В этих нишах находят в себе возможность заработать так называемые воркеры. Мы боимся, что искусственный интеллект заменит творчество и режиссуру. Но судя по ценам, которые берут так называемые воркеры за свою работу, это еще невозможно очень долго. Стоимость своих работ многие оценивают в один доллар за один ролик 10 минут. Для сравнения, стоимость работы профессионального монтажера миллионников в районе 100 долларов за видео около 10 минут. При очень небольшом бюджете вы можете себе поднять миллионы просмотров тысячами таких роликов. Причем сами особо ничего и не будете делать. Бирж полно, воркеров тоже они уже ждут. А YouTube пока спит и думает, что этот контент нормальный. И самое интересное, даже для таких ниш наш сервис умножитель просмотров и доходов. YouTube работает по одинаковым правилам для всех. Если авторы подобного контента будут использовать локализацию через Creator Tools, они, как и все авторы, во всех нишах умножат страны, из которых их смотрят. И увеличат свой доход. Как с нуля начать зарабатывать на YouTube? Простыми словами, забирайте в шапки. Это был Игорь с основателем сервиса Creator Tools. Пока, друзья.